здравствуйте уважаемые коллеги и зрители канала заметки электрика в сегодняшнем небольшом видео я покажу вам пример повреждения статора электродвигателя а конкретно это у нас асинхронный двигатель напряжением 3 киловольта да такое нестандартное напряжение и мощностью 4 100 киловатт двигатель с фазным ротором 98 ампер 400 киловатт в общем это у нас секция 3 киловольта это у нас шинный разъединитель это у нас масляный выключатель и здесь в каждой фазе установлены трансформаторы тока одна обмотка трансформаторов тока взята у нас для цепей измерения видите тут установлены различные амперметры на дверцы ячейки на пульте управления дальше токовые обмотки активного счетчика реактивного счетчика здесь над в другой обмотке подключена у нас защита 1 р.м. и 2 р.м. это у нас токовая защита на базе токовых ролей рт-80 дальше у нас здесь идет токовое токовое реле которое установлено уже непосредственно для пуска двигателя и после пуска они у нас шунтируются соответствующими перемычками то есть когда двигатель уже находится в работе у нас цепь вторично замыкается через эти вот перемычки да забыл сказать что этот двигатель у нас не коротко не с короткозамкнутым ротором а с фазным и соответственно у нас здесь имеется 6 ступеней при пуске это у нас цепи управления сейчас я не рассказывать не буду если вам интересно то могу посвятить этому уже отдельный отдельный видеоролик смысл то есть шесть ступеней каждая ступень у нас отрабатывает через определенный промежуток времени вот такая вот у нас схема пуска а это у нас наши вторичные цепи вторичные цепи защиты и управления ну здесь что у нас вот наши 1 р.м. 2 р.м. реле токовые блинкер минимальной защиты и цепочка на отключение это у нас включающая катушка нашего привода здесь у нас выполнена минимальная защита групповая через реле rpn и через кса разъединителя фидера это у нас блинкер минимального напряжения дальше у нас это отключение технологическое дальше это у нас подключить цепь отключения от ключа управления здесь у нас установлен ключ запрета и соответственно лампы лампы положения выключателя то есть в р.у. установлено и на щите управления то есть вот эта вся часть вот включая отключающую катушку это у нас все цепи отключения вторая часть у нас вот это это у нас уже цепочки включения это у нас включение от ключа управления это у нас контактор кп пусковой это кса прыгание и кса включения в приводе это у нас ключ запрета ну и соответственно лампы положения выключателя зеленые лампы расположены также на щите управления и в р.у. распредустройстве здесь у нас цепь включения включателя уже непосредственно от кп то есть контакты кп контактора пускового это у нас включает уже включающий соленоид ну то есть это у нас цепи соленоида ну и здесь различные кса которые уходят на разрешение пуска на различную смазку панель ускорителей и так далее и тому подобное также вот у нас здесь вкратце обозначена аварийная сигнализация то есть при срабатывании при выпадании какого-нибудь блинкера указательного реле бмбн или б ускорения соответственно мы выдаем сигнал в схеме в аварийную сигнализацию то есть вот по сути вот эта вся схема вот это у нас схема защиты электродвигателя высоковольтного электродвигателя напряжением 3 киловольта аналогичные схемы у нас применяются и для 10 киловольтных двигателей ну есть там кое-какие отличия но суть общая суть остается та же и в общем однажды у нас сработала токовое реле 1 рм или 2 рм я уже не помню на какой фазе соответственно произошло отключение выключателя естественно выпало указательное реле блинкер максимальной защиты в общем вот выключатель у нас отключился оперативный персонал разобрал схему и стал прозванивать саму ячейку кабель и с непосредственно обмотку статора электродвигателя и в итоге пришли к тому что по ячейке вопросов нет по кабелю вопросов нет в общем определили что имеется замыкание на землю в обмотке статора электродвигателя в общем электродвигатель сняли разобрали его и смотрите какая у нас интересная ситуация еще бы здесь не срабатывала защита токовая отсечка когда здесь полностью разрушена изоляция но и сам сама обмотка в разрыве статор в общем на этом все вот такое небольшое видео так вкратце показал вам пример повреждения статора электродвигателя ну и заодно схему его защиты и управления ну а также пуска если есть какие-то вопросы по схеме или по данной ситуации то пожалуйста к вашим услугам комментарии задавайте вопросы спрашивайте что непонятно если вам понравилось видео то обязательно ставьте лайки обязательно подписывайтесь на канал но с вами как всегда был дмитрий автор канала заметки электрика до новых встреч